Скорее всего, они делают это не просто так. Скорее всего, они что-то знают. То, чего не знаем мы. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодняшнее видео нужно обязательно посмотреть всем холдерам эфириума или тем, кто собирается в него инвестировать. Если у вас есть эфириум, вы точно не захотите пропустить это видео. Поэтому обязательно усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, а также не забудьте поставить лайк. Лайк – это плата за проезд в этом поезде. Спасибо большое за поддержку. Джо Лубин – это сооснователь эфириума и основатель лидирующей блокчейн-компании Consensus, которая создает проекты и децентрализованные приложения на базе эфира, а также помогает разработчикам и финансовым институтам строить цифровую экономику. Утром 25 августа Джо принимал участие в программе CNN First Take с ведущей Джулией Чаттерли. Своё участие Джосеф анонсировал в Твиттере. Джо сделал заявление, что JP Morgan – один из мощнейших мировых банков, инвестирует в Consensus, и этот банк является стратегическим инвестором в эфириум. Посмотрев это видео, пользователь Gingo 4 пришёл к выводу, что дело пахнет потенциальной заменой платёжной системы SWIFT, которая была основана ещё в 1973 году. Вот что он пишет. «Институциональные финансы и технология блокчейн объединяются. Компания Consensus покупает корпоративную платформу Quorum, основанную на эфириуме и принадлежащую ранее банку JP Morgan. Также сам Джосеф Любин заявил, что между блокчейн-стартапом Consensus и банком существует договорённость о сотрудничестве». Это действительно так, ведь это подтверждается сайтом Business Wire. Business Wire – это американская компания, которая распространяет пресс-релизы тысяч компаний и организаций по всему миру. И, кстати говоря, её головной организацией является Брэкшайр Хэтэвэй, принадлежащая Уоррену Баффету. Пару недель назад уже была новость о том, что JP Morgan настроен очень позитивно по отношению к эфириуму и вкладывает свои деньги в эту криптовалюту. Сумма инвестиций составляет 50 миллионов долларов, из которых 20 миллионов банк инвестировал в Consensus. Все дальнейшие перестановки, покупки и продажи платформы Quorum я не считаю чем-то значимым, ведь лично для меня не имеет особого значения, кто владеет ею на бумаге. В конце концов, представитель JP Morgan является членом управляющего совета Consensus, а сам банк, как инвестор, будет управлять работой этого Consensus. Можно сказать, банк JP Morgan, который критиковал криптовалюты в 2018 году, сегодня, в 2020, тесно сотрудничает с блокчейн-компанией Consensus, инвестирует в эфириум, а платформа Quorum и вовсе функционирует на эфириуме. Но прежде чем я покажу вам всю соль этого видео, я хочу ответить на вопрос об эфириуме, который сейчас мне часто задают. После того, как он упал на 18%, всем интересно, что будет дальше. Во-первых, давайте вспомним об этом глобальном уровне, которому уже много лет и о котором я уже говорил, еще до того, как эфириум вырос до 450 долларов. Тогда я говорил, что если цена эфириума пробьет этот уровень и подтвердит это пробитие, то рост продолжится. Теперь, как мы видим, глобальная линия сопротивления превращается в линию поддержки. Сейчас очень важно наблюдать за тем, как она будет отрабатывать дальше. В случае, если цена подтвердит, что эта линия стала поддержкой, мы увидим дальнейший рост. Я также хочу показать вам, что об этом думают MMCrypto и DaVinci. Однако, их ролик длится почти 20 минут, поэтому я покажу вам только то, что вам, как холдеру или трейдеру эфириума, будет интересно. Они, кстати, говорят о том же уровне, который я только что показывал, если что. Подытоживая, DaVinci, как ты думаешь, удержим мы этот уровень или нет? Будет отскок от него или же пробитие вниз? Каков твой вывод и что ты будешь делать с эфириумом? Какой у тебя план? Что ж, я буду холдить эфириум. Что касается торговли, в этой ситуации я предпочитаю открывать лонг. Только потому, что эфириум отскочил от этого уровня. И эфириум до сих пор в бычьей зоне. На данный момент он сильно перепродан. Мы также видим бычью дивергенцию на RSI, вот здесь. Причем это уже не первый раз за последнее время. У нас таких дивергенций полным-полно. Я бы назвал это двойной бычьей дивергенцией вот здесь. Так что есть много признаков, чтобы сказать, что цена не успевает за моментом рынка. Это видно даже на MACD. Поэтому я предпочитаю открывать позицию на рост здесь. Напишите свое мнение, ребята, куда по-вашему пойдет цена эфириума? Вверх или вниз? А теперь давайте наконец вернемся к тому, что я вам сегодня хочу показать. То, ради чего я вообще начал делать этот ролик. Вернемся к Джо Любину. Он расскажет, какие дополнительные возможности получит консенсус от сотрудничества с JP Morgan. И что это значит для держателя эфириума. Я не буду показывать весь этот ролик, но лишь покажу самые важные для вас моменты. Полную версию же залью к себе в телеграм. Ссылку на него оставлю в прикрепленном комментарии. Кстати говоря, если вы не подписаны на мой телеграм, почему бы этого не сделать прямо сейчас. Просто объясните, что же это значит, какие дополнительные преимущества вы получите, чтобы сделать реально применимые в мире улучшения. Здравствуйте, Джулия. Спасибо, что вы меня пригласили сегодня. Как вы уже обозначили, сегодня консенсус приобретает Quorum, эфириумную блокчейн-платформу, которая была создана JP Morgan. Дополнительно мы получим стратегические инвестиции от JP Morgan и предоставим его представителю место в управлении. Вместе мы будем работать над расширением технических дорожных карт нашего продукта, базового клиента Hyperledger, который является полностью совместимым с основной сетью эфириума. Также над технической дорожной картой приобретенного предприятия Quorum. В соответствии с коммерческим соглашением мы будем поддерживать внутрибанковскую информационную сеть JP Morgan и JP Morgan Coin Network. Мы реализуем более масштабные решения на базе эфириума не только для JP Morgan и сотен финансовых учреждений в их сети, но и сотен подобных учреждений по всему миру. Эти действия в значительной мере повысят количество общественного использования эфириума. Я хочу немного дополнить информацию относительно платежной технологии, которую вы упоминали. Более 400 финансовых учреждений по всему миру осуществляют транзакции на данной платформе. Мы уже говорили о том, что она называется SWIFT, и это текущий стандарт передачи платежей по всему миру. Мы также говорили о том, что он медленный, неуклюжий и постоянно выдает ошибки. Есть ли у вас потенциальное видение того, как вы сможете построить замену SWIFT? Ведь есть и другие конкуренты, которые желают сделать то же самое. Я считаю, что это разумный способ вынести старое за скобки. Человеческие технологии органично эволюционируют. Сначала были транзакционные системы, затем всё стало немного сложнее, и появились системы передачи финансовых сообщений, которые были построены поверх транзакционных схем. Такие системы часто не синхронизированы и требуют повторного согласования между различными базами данных. Перефразируя философа Маршалла Маклюэна, транзакция сегодня является сообщением. Транзакции и сообщения будут привязаны к технологии блокчейна. А технология блокчейна представляет собой новый способ доверия, который будет применяться к цифровым валютам центрального банка, или же коммерческого банка, это не так уж и важно. Или может быть даже к чистым криптовалютам, которые облегчат большое количество текущих транзакций, осуществляемых в реальном времени. Ещё это значительно упростит взаимодействие внутри доверенных коллективных сетей. Это революция. У меня нет полномочий говорить непосредственно от лица JP Morgan, но я могу подтвердить, проделанные шаги означают, что JP Morgan удваивает ставки в отношении технологии эфириума. Их команда чётко сфокусирована на блокчейне и эфире. Они развиваются в направлении создания приложений на этой платформе. JP Morgan это финансовое учреждение мирового класса с блокчейн практикой тоже мирового класса. Но Консенсус это блокчейн-компания мирового класса, которая создаёт программное обеспечение на базе инфраструктуры эфириума. Я верю, JP Morgan поймёт, что доверить Консенсус развития протокола и поддержку этого протокола с открытым исходным кодом является правильным решением. Они будут вести активное сотрудничество с нами и сфокусируются на более важных аспектах развития платформы для приложений. Неужели вы говорите о вотуме доверия по отношению к эфириуму, как одному из многих представителей своей технологии? Ребята, надеюсь вы уловили, что Джосеф хотел донести. Теперь компания, построенная на базе эфириума Консенсус, будет отвечать за внутрибанковскую инфраструктурную сеть JP Morgan, а также за трансграничные платежи с любым банком, который находится в экосистеме JP Morgan вместо платёжной системы SWIFT. JP Morgan уже не раз косвенно намекали на то, что, по их мнению, эфириум ждёт значительное масштабирование. Они не говорили это прямо, но они предоставили всю свою инфраструктуру, все трансграничные переводы, они поставили консенсус во главе всего этого. Они готовы использовать эфириум в своей сети для платежей. Скорее всего, они делают это не просто так, скорее всего, они что-то знают, то, чего не знаем мы. Также очевидно, что Джосеф упомянул стейблкоины. Он сказал, что JP Morgan будет строить свой банкинг на стейблкоинах, инструментах финансовых транзакций, которые будут созданы на базе эфириума. А заключили это всё тем, что у банка JP Morgan есть большое доверие к эфириуму. Как по мне, то это просто шикарные новости для эфириума и его держателей, но не для платёжной системы SWIFT. Ну что поделать, всё старое рано или поздно уходит в прошлое. Напишите свои мысли об этом в комментариях под видео. А меня зовут Богатейший Ди, если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Давайте наберём хотя бы 2000 лайков под этим видео. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok